В начале своего выступления я хотел бы начать с небольшого экскурс-анализа. В каких условиях и для выполнения каких задач была принята программа «Агробизнес-2020». В целом выпуск продукции сельскохозяйства имеет положительную тенденцию роста. Так, за последние 12 лет, вот на этом слайде вы видите, что увеличилось почти в 4 раза объём выпуска продукции и составил в 2012 году 2 трлн тенге. Производство продукции растеневодства увеличилось за данный период в 3 раза. Продукция животноводства почти в 5 раз. С 207 млрд тенге вырос до 1 трлн. При этом в 2012 году доля животноводства превысила долю растеневодства и составила 56%. Конечно, определённую лепту в это внесло засуха того года, уменьшившая объёмы производства растеневодства. Однако, надо стоит отметить, что засухи были и ранее, но такой перелом происходит почти впервые. И можно сказать, что произошло выравнивание продукции в производстве в секторах растеневодства и животноводства. Объём экспорта продукции также растёт и в 2012 году составил более 3 млрд долларов США, что выше уровня предыдущего года на 66%. При этом экспорт зерна с учётом муки в зерновом эквиваленте составил 11,1 млн тонн, что является рекордным за годы развития сельского хозяйства в условиях рыночной экономики независимого Казахстана. Важно отметить, что следующие положительные тенденции в растеневодстве и животноводстве, создающие условия для дальнейшего роста валовой продукции. Так, при научно обоснованной норме площадей под пшеницей в размере 50%, в 2009 году, на этом слайде вы видите, пассивная площадь под пшеницей составляла почти 69% и составляла 14,8 млн гектаров пассивных площадей. В 2012 году она сократилась до 64%, в 2013 году состояла 61% и на сегодняшний день эта культура занимает 13,1 млн гектаров. Мы близимся к тому, что прийти к той оптимальной площади, при которой Казахстан будет полностью обеспечить сам себя для внутреннего потребления, а также выгодно продавать на экспортных рынках. В настоящее время, к сожалению, мы сталкиваемся с перепроизводством зерна. Период с 2009 по 2012 год в среднем по республике доля скота в агроформированиях выросла с 18 до 28%. Соответственно, ВЛПХ сократилось с 82 до 72%. В некоторых областях, например, как в Карагандинской, до 60%. На это очень положительно повлиял проект по реализации экспортного потенциала мяса крупнорогатого скота. При этом численность поголовья скота в крестьянских и фермерских хозяйствах в 2012 году выросла на 20%, за январь и июнь 2013 года на 22,8%. Также необходимо отметить, что доля маточного поголовья в общей численности КРС в агроформированиях выросла с 37,2% до 43,9%. Однако считаем, что темпы этих тенденций недостаточны, и основным сдерживающим фактором является относительно низкий объём инвестиций в сельское хозяйство. Так, в 2012 году объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства вырос на 22%, и этот прирост хоть и является самым высоким в сравнении с другими отраслями экономики, вы здесь видите, что в промышленности этот рост составляет 8%, транспорт – 16%, в сельском хозяйстве инвестиции растут на 22%. Но, несмотря на высокие темпы, объёмы инвестиций недостаточны для соответствующего развития и выполнения тех задач перед аграрным сектором. Мы сделали сравнительный анализ между долей ВВП соответствующих отраслей и долей инвестиций в общем объёме инвестиций страны, и видим, что пропорции не в пользу сельского хозяйства, несмотря на то, что темпы высоки, в сельском хозяйстве объём инвестиций, доля инвестиций гораздо ниже, чем сама доля валовой продукции в соответствующей отрасли. Это диктует необходимость принятия мер по стимулированию привлечения инвестиций в отрасль, так как недостаточность инвестиций приводит к соответствующему низкому машино-тракторному обеспечению, низкому уровню интенсификации земли. Например, на сегодняшний день 80% техники изношено, из 2,6 миллионов тонн требуемых внесения удобрений вносится на сегодняшний день около 10% всего лишь. Это, соответственно, влияет на низкой продуктивности в растеневодстве по сравнению с схожими в климатическом отношении странами. Например, в провинции Соскочевань в Канаде мы отстаём продуктивности пшеницы в 2 раза. В других культурах тоже есть соответствующее отставание. Низкому уровню генетического потенциала сельхозживотных, низкой продуктивности сельхозживотных, убойный вес на сегодняшний день, как мы уже не раз говорим, составляет всего лишь около 150 килограмм крупнорогатого скота в крупнорогатом скоте, хотя стандарт – это 230-240 килограммов. Именно для этого было инициировано разработка и принятие новой программы «Агробизнес-2020», которая основной целью предусматривает увеличение притока инвестиций. При этом инвестиции предусматриваются из частного сектора за счёт государственных средств. Всего лишь задача создать условия, чтобы эти инвестиции были созданы необходимые условия для соответствующего притока. Это сокращение сроков окупаемости, это увеличение рентабельности, это снятие вопросов недостаточности с залогов, высоких рисков. Для этих целей разработаны новые инструменты государственной поддержки в виде инвестиционных субсидий, страхования и гарантирования займов, субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингам, фондирования банков второго уровня, а также совершенствование механизма обязательного страхования в растеневодстве и внедрения страхования в животноводстве. Также программой предусматриваются меры по финансовому оздоровлению отрасли, учитывая то, что на сегодняшний день многие сельхозтоваропроизводители закредитованы, и эти кредиты довольно по высокой ставке, которая не позволяет сельхозтоваропроизводителям развиваться, а также быть устойчивыми в этих условиях. Поэтому я хочу начать именно с этих мер по финансовому оздоровлению. Для этих целей холдинг «Казагра» под существующий капитал привлёк займы на внешних рынках в размере 1 миллиарда долларов. В планах привлечь ещё 1 миллиард долларов. В бюджете текущего года заложена программа по субсидированию процентной ставки. Цель этой программы оздоровления – удешевить и удлинить существующие кредиты путём фондирования банков этими заемными деньгами «Казагра». Необходимы все механизмы и документы утверждены. Работа на сегодняшний день начата. В ближайшее время мы уже начнём рассматривать первые заявки. Также начата работа по разъяснению основных положений программы. В четвёртом квартале 2012 года руководством Министерства по всем регионам страны были проведены кустовые совещания по презентации проекта программы. В мае текущего года проведено селекторное совещание с участием представителей акиматов, областей и районов города Алматы и Астаны по разъяснению основных положений программы. Были разработаны наглядные материалы по механизмам государственной поддержки субъектов АПК в рамках программы, которые доступны сельхозтоваропроизводителям. Мы планируем через сельские информационно-консультационные центры Каза Агромаркетинга, и мы планируем также довести их через областные акиматы до уровня каждого сельского акима. В-третьих, совместно с заинтересованными государственными органами проводится работа по корректировке стратегических программных документов по развитию смежных с АПК отраслей. Во исполнение вашего поручения, Сергей Кномич, была создана рабочая группа для выработки предложений по данному вопросу. Министерством были сформированы предложения по корректировке стратегических и программных документов и направлены на согласование заинтересованные органы. В частности, нами было предложено внести изменения в государственные программы развития здравоохранения Саламат-Казахстан до 2015 года, развитие образования до 2020 года, проект программы управления водными ресурсами Казахстана до 2040 года, отраслевые программы по развитию торговли, космической деятельности, транспортной инфраструктуры, машиностроения, химической промышленности, легкой промышленности, казахстанского содержания, привлечения инвестиций, техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества на 2010-2014 годы и в программу «Занятость-2020». Стратегические планы на 2011-2015 годы Министерства регионального развития, экономики и бюджетного планирования, финансов, здравоохранения, культуры и информации, охраны окружающей среды, индустрии новых технологий, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, в программные документы и нормативные акты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Здесь мы сталкиваемся, к сожалению, с небольшой активностью по реализации предложенных нами мероприятий со стороны государственных органов, поэтому, учитывая приоритетность развития агропромышленного комплекса и непрерывную связь между развитием смежной с АПК отраслями, такими как сельхозхимия, сельхозмашиностроение, например, социальная инфраструктура, просим поручить заинтересованным государственным органам повторно рассмотреть наши предложения. В-четвертых, Министерством в рамках реализации программы «Агробизнес-2020» разработано 15 мастер-планов для каждой из подотраслей сельского хозяйства. Механизм реализации мастер-планов подразумевает четкую разбивку показателей по годам и в разрезе областей. Данный механизм был использован при реализации проекта по развитию экспортного потенциала мяса крупнорогатого скота и доказывает на сегодняшний день эффективность. В мастер-планах в основу расчета взяты типовые проекты, обладающие оптимальными решениями для достижения наименьшей себестоимости. Я хотел бы на примере мастер-плана по развитию молочного скотоводства показать, как они устроены. Целью мастер-плана этого является увеличение объёмов производства молока в республике на 1,7 миллиона тонн к 2020 году. Для примера я скажу, что на сегодняшний день импорт молочных продукций составляет как раз-таки около полутора миллионов тонн. Это позволит увеличить норму подушевого потребления с учётом постоянного роста населения республики. Для этого мастер-планом предусмотрено следующее. Это строительство 20 промышленных молочно-товарных ферм по 1000-1200 голов дойного поголовья, которые обеспечат производство около 160 тысяч тонн молока. Это строительство около 2000 мини-молочно-товарных ферм мощностью 24, 50, 100 и до 200 дойных голов в регионах, позволяющих осуществлять максимально длительное пастбищное содержание. Совокупная мощность данных ферм обеспечит производство около 740 тысяч тонн молока. Также предусматривается модернизация и увеличение поголовья существующих молочно-товарных ферм, что дополнительно даст около 55 тысяч тонн молока. Итого, новые мощности по производству молока составят около миллиона тонн. Оставшиеся 700 тысяч тонн мы планируем увеличить на существующих молочно-товарных фермах за счёт улучшения селекционной племенной работы и улучшения кормовой базы. Для организации с нуля, например, молочной фермы на 100 голов, я покажу, какие инструменты будут применяться. Необходимо для строительства около 100 миллионов тенге. Из них около 30 миллионов – это на строительно-монтажные работы. Около 30 миллионов – это составляет стоимость скота. Около 20-25 миллионов – это оборудование и техника. Необходимые оборотные средства в этом проекте составят около 20 миллионов тенге. Инструменты программы «Агробизнес-2020» для реализации проекта – это инвестиционные субсидии на приобретение техники и оборудования до 50% от общей стоимости, субсидии на приобретение крупнорогатого скота – это 118 тысяч тенге на одну голову, субсидирование процентной ставки по кредитам, лизингам, общий объём государственной поддержки по программе «Агробизнес» для данного проекта составит 32 миллиона тенге, или около 33% от всех затрат сельхозтоваропроизводителя. Это позволит сократить срок окупаемости проекта до 4-5 лет. По сравнению с сегодняшним день окупаемость проектов молочных товарных ферм составляет 9-10 лет. Поэтому мы видим, что в этот сектор очень мало идут новых предпринимателей. Проекты в основном предусматривают приобретение поголовья внутри страны без всякого завоза, и только на крупномолочных товарных ферм возможен завоз поголовья из-за рубежа. Вопрос сбыта произведённой продукции будет решаться путём комплексного сбора молока от нескольких ферм и сдачи его на перерабатывающие предприятия. Тем самым будет снижаться себестоимость конечной продукции и обеспечиваться её гарантированный сбыт. Успешная реализация мастер-планов зависит от работы местных исполнительных органов. В этой связи мы просим поручить Акиматам областей внести изменения в программы развития территории и стратегические планы, предусмотрев в ней плановые показатели, необходимые для мониторинга и реализации проектов, и составление рейтинга Акимов по аналогии с программой СБАГА. Эти все мастер-планы на сегодняшний день переданы в местные исполнительные органы для рассмотрения, и в течение месяца мы планируем их утвердить на коллегии Министерства сельского хозяйства. В-пятых, мы приступили с привлечением научных организаций к разработке карты специализации регионов на производстве конкретных видов сельхозпродукции, исходя из природно-климатических условий внутренних и внешних рынков сбыта. Карта специализации регионов позволит нам дифференцированно и более эффективно проводить государственную политику обоснованных бюджетных лимитов на региональные объемы государственной поддержки. Разработку данной карты мы планируем завершить в декабре текущего года. Карта специализации будет одним из инструментов решения задачи, поставленной главой государства по диверсификации структуры посевных площадей, которая предполагает сокращение монокультуры пшеницы на севере и хлопчатника и риса на юге, с расширением площадей под приоритетные культуры, такими как зернофуражные, бобовые, кормовые и овощи бахчевые. В-шестых, приняты меры направления на создание необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию задачи программы. В настоящее время в мажористе парламента находится проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам агропромышленного комплекса. Данный законопроект направлен на создание законодательной базы по внедрению этих всех новых инструментов, а также совершенствование системы ветеринарии и обеспечение агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства. Наряду с этим в целях реализации программы вносится изменение в ряд правил субсидирования. Помимо этого разрабатываются новые правила субсидирования, которые будут регламентировать порядок выделения этих субсидий и реализации этих инструментов. В настоящее время из всех перечисленных здесь на слайде правил почти все они разработаны, однако мы не можем их вносить в правительство до утверждения принятия законопроекта, который я озвучил выше. Поэтому хотели бы просить оказать содействие в ускорении принятия вышеуказанного законопроекта. Здесь необходимо отметить, что без принятия данного законопроекта до утверждения бюджета 2014 года определенную часть от общей суммы господдержки в рамках программы возможно будет включить бюджет только при корректировке бюджета. Есть реальные сдвиги в вопросах совершенствования налоговой политики в целях увеличения эффективного использования земельных ресурсов и упрощения налогового администрирования сельхозтоваропроизводителей. Позиции Министерства сельскохозяйства, Министерства финансов и бизнеса сейчас сблизились, и мы уже находимся на стадии в вынесении общего консенсусного предложения. Теперь о финансировании мероприятий. На реализацию мероприятий программы в 2013 году выделено 136,8 миллиардов тенге из запланированных 153,9 миллиардов. Учитывая, что текущий год является начальным и в настоящее время ведется работа по подготовке нормативной базы, этих денег достаточно. Есть определенные вопросы по формированию бюджета 2014 года, поэтому здесь бы также просили поддержки со стороны правительства. Ситуация усугубляется тем, что основная часть средств на реализацию данных мер предполагается передать в базу местных бюджетов, поэтому эти суммы уже в течение трёх лет невозможно будут корректироваться. В завершение позвольте остановиться на некоторых вопросах переработки сельхозпродукции. Как вы помните, на совещании, которое состоялось 12 июня текущего года под вашим председательством, было доложено о текущем состоянии, имеющихся проблемах, а также планах по дальнейшему развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. Там же, исходя из критериев перспективности как на внутреннем, так и на внешнем рынке, были определены 7 приоритетных направлений переработки сельхозпродукции. Это переработка молока, мяса, плодов и овощей, производство сахара, глубокая переработка зерна, кожи и шерсти и по переработке производства масложировых изделий. Для этих целей был разработан соответствующий мастер-план, однако вопросы переработки выходят за пределы компетенции Министерства сельскохозяйства, потому что очень тесно связаны с вопросами технического регулирования, развития торговли, развития конкуренции. Поэтому в соответствии с вашим поручением разработан комплексный план по развитию перерабатывающей промышленности, который находится сейчас на стадии согласования с государственными органами. В настоящее время этот проект постановления, предусматривающий утверждение комплексного плана, завизирован всеми государственными органами. Остались только Министерства экономики, бюджетного планирования, юстиции и финансов. Они замечания выставили, и мы их устраняем. Учитывая вышеуказанное, просим дать соответствующее поручение ускорить согласование и подписание комплексного плана. Вот все те меры, которые были проведены в рамках реализации программы «Агробизнес-2020». Программа, я ещё раз хочу сказать, утверждена в этом году, в феврале от текущего года, и окончательный отчёт по исполнению программы в 2013 году мы дадим в конце года. Спасибо.